Если ехать далековато, то бензином много уйдет, это расходы, а на лошади поехал, привязал куда-нибудь и все. На велике еще лучше, конечно. Но вот, например, если кому-то прописали антибиотики, а это значит, что уколы надо 3 раза каждые 4 часа делать. Я же не могу 4 раза на машине ехать, тем более село-то большое. Если ребенок заболеет или мы сами заболеем, сразу к Зьотбеку бежим. Он никогда не отказывает, всегда помогает. А если находится в другом месте, обязательно приезжает. У нас в селе есть проблема нехватки кадров, нет врачей. Я в начале 2000-х был первым, кто выучился на фельдшера и вернулся работать в райцентр. Здесь была только одна медсестра. После меня потом около 10 ребят тоже захотели выучиться на медика. Говорили, хотим, как Зьодока, стать фельдшером. Я, конечно, их сам тоже пытался заинтересовать профессией, но из них не все доучились и остались работать в Кыргызстане. Очень много людей приходили. Больницы переполнены, красная зона переполнена. Я с врачами из центра консультировался и назначал лечение. Люди по ночам звонили, в 2-3 часа ночи. Я телефон не отключал. В те дни я даже дома не ночевал практически, даже если приходил, спал на улице. Во-первых, потому что боялся детей своих заразить. Во-вторых, времени не было. Только домой зайдешь, и тут же надо уколы делать подряд. И так все село объезжаешь несколько раз. Если уехать куда-то, я потеряю свои навыки и знания. Сейчас информация в медицинской сфере меняется, и мы каждые полгода проходим обучение. Если я уеду, я все забуду. Я горжусь своей работой и не собираюсь ее оставлять. Тем более, что на скорой я дежурю часто по ночам, а днем работаю на поле. Иногда бываю на базаре, чем-то приторговываю. Здесь меня все уважают, называют доктором, а не фельдшером.